Короче, поездочка у нас получилась просто трындец какой-то. Всё, Крис, я побежал. Крис, Крис, я побежал, всё. Не фокуснивляю. Она не хочет фокусироваться, но это трындец какой-то. А ну-ка. Пока-пока. В лифт убегай. Всё, пока-пока-пока. Лифт, ёптель мой. Думан, нереально вообще. Мы просто заезжаем в облака, и я напрягаюсь. Крошки мои. Моя, на самом деле, камера просто, она уже настолько подубитая мною, настолько распадала, что у меня фокус начинает выображать. Короче, я хотела сказать привет, мои хорошие. Я лечу в Москву ненадолго, на один денёк. Потом через две недели снова лечу в Москву. Да, через две недели где-то. Нет, через три. А сейчас я еду по делам в Москву, заодно к подружке заеду. Она меня ждёт, у меня встреча назначена где-то на полпятого вечера. А приеду я в восемь утра. Так что мы с ней будем тусоваться. Но вообще я не выспала, сейчас всё расскажу. Сейчас я посмотрю, у меня регистрация должна начаться. Так, сейчас. Вылет у меня на 6.35. Регистрация 21. Идёмте. Никого нет. Красота. Сейчас зарегистрируюсь и буду жаловаться, как началось моё утро. Это просто трындец. Я зарегистрировалась за три минуты. Я подошла, никого нет. Отдала паспорт, и она мне через секунду отдала. Ой, а что же я ей не сказала совершенно, где мне сесть? Ну ладно, слушай, я иногда забываю. Ладно, куда посадила, то посадила. Причём, знаете, что у меня? А, это выход 13. Сейчас номер, я посмотрю. Сейчас. Ага. Место 15. Я уже думала, место может быть у меня 13. Сейчас мы поедем с вами не на лифте, а поедем на эскалатор. И я буду рассказывать, как началось моё утро. Сейчас подальше людей. Короче, утро не задалось изначально тем, что я не могла найти, что на себя надеть. То есть я придумала, в чём я поеду. Думаю, такая яркая, весёлая, поеду, короче. В итоге... В итоге я захотела одеть куртку, которая сейчас на мне. Очень. Но она не подо всё подходит. Мне нужно выбирать ещё, что на себя надеть, чтобы по стилю подходило всё. Я решила, что одену костюм, возьму из магазина у себя костюм, буду выносить. Очень мне нравится кислоты там. И сверху надену курточку, будет хорошо. В итоге очень много времени прошло. Я ничего не успевала. Я, чтобы вы понимали, не выспалась. Я поспала всего два часа. У меня очень было много дел. Думаю, ладно, не буду я брать костюм. Я найду штаны свои, прикольные такие штаны с висячей мотнёй. Они такого же цвета. Они, короче, такие, как аварийка или как она там... Как называется? Зелёное такое. Ну, короче, хаки такое. Ну, короче, вы поняли, у меня мозг не работает. Я не могу сейчас сообразить. Вот. Сейчас постою, короче, расскажу вам. Чтобы свет красиво падал у меня. Вот. А вид хотите посмотреть мой? Вот. Всё так красиво, потому что море на меня светит. Ой, пойдёмте поближе. Я буду вообще красива. Я хочу показать вам, как я в итоге оделась. Красота. Я не могу. Для меня это такая красота. Я это вижу сейчас. Так вот. Я хотела. Всё это надеть. В итоге я думаю, нет, я найду эти штаны. Под эти штаны офигенно. Натяну футболку, одену вот эту вот кофточку, которую мне тётя подарила. Куфточку. В итоге я прихожу домой, я перерыла весь дом. Я не могу найти эти штаны. И понимаю, что больше ничего не подходит. Я начинаю мерить. Ничего не подходит. Ничего не идёт. Я начинаю смотреть другие костюмы. Один костюм взяла, жёлтый хотела одеть. Он оказался грязным по какой-то причине. Что-то другое смотрю, оно опять грязное. Не понятно. Ну, не то чтобы грязное, а, видимо, я надела один раз, да, и там немножко где-то припачкалась, я не заметила. В итоге понимаю, что, ну, в дорогу это вообще нюанс. Короче, я уже начала нервничать. И с горем пополам я нашла этот костюм, который идеально сюда подходит. Я ещё хотела надеть свои вот чёрные, кожаные. Короче, в общем, я нарядилась в итоге. Я довольна, как стиль мой любимый, костюм надела тоже свой один из любимых. Чёрный сюда подходит. И ещё взяла очки, ж красные хотела, чтобы подходили. Короче, мне кажется, что всё прикольно. Я такая стала яркая, стильная. Короче, я себя чувствую офигенно. Вот. Вариантов было много, конечно, а мучений много. Сейчас я поставлю где-нибудь найду камеру и покручусь вам. Посмотрите. Я присела тут в заведенец одно, которое здесь, кстати, в аэропорту у нас. Хлебная лавка называется. И думала долго, что же заказать. То есть кушать прям так сильно не хочется, но перекусить хочется. И я решила остановить, хотя это название оливье с печенью трески. Просто, ну, не знаю, может, печень трески, она какая-то другая, но оливье просто даже с печенью чего-либо как-то не вызывает особого прям, знаете, аппетита. Но я подумала, что мне нужно поделиться впечатлением. Я закажу. Вот. А кофе я сейчас выпила. Мне прям вообще не хочется кофе. Чая у них нет такой, какой я люблю. Чтобы там были фрукты, у них всё там такое классическое либо просто красный чай. Я красный не люблю. Я заказала свежевыжатый сок апперсиновый. Возможно, он меня взбодрит. Сейчас я поставлю так камеру, чтобы показать вам, как я одета, мой стайл. Надеюсь, люди не будут на меня косо смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну и ещё к этому ко всему. Я почему-то остановила свой выбор на красных очках. Вообще нужно бы сюда купить какие-нибудь, ну, вот самые яркие очки. Хотя вроде бы я всё в оранжевом, чёрном и таком, но очки мне показалось всегда будут классные. Было бы классно, конечно, если бы они были не красные, а оранжевые. Но у меня таких нет. Я поняла, что под этот образ идеальных очков у меня нет. Чё за фигня? Ну, я буду ходить вот в этих очках. Максимально привлечение внимания. Мадам на стиле. Короче, этот образ, на самом деле, он очень удобный. И я себя, чтобы вы понимали, да, потому что не всем я уверена, этот стиль подходит, но я себя чувствую в нём просто, просто на таком расслабоне, да, мотня висит, всё такое вот, висит, как будто на мне какой-то мешок. Вот эта вот куртка вообще просто нереально крутая. Тётя подарила мне Made in Italy. Спасибо большое, Мариша, вообще. Подгон охренительный. Как хорошо, что она никому из вас не подошла по размеру. Мне кайф. Вот. С своим любимым рюкзаком. Пока ещё такая погода, ну, не супер-жара, хотя у нас супер-жара, у меня же ещё белый такой, пора уже менять на светлые вещи, всё, я не люблю летом ходить в тёмном, чтобы вы знали. Но пока так ещё непонятно как, тем более Москва, может быть, холодно. Вот так я наделась. В общем, будете наблюдать меня в этом два дня, один день точнее. Влог будет о моей поездке в Москве, мы съездим, увидимся с Любашкой, что-то погуляем, куда-нибудь сходим. Короче, хочу вас взять с собой и с вами намного интереснее, а то бы я одна сейчас сидела и тупила. Ещё я взяла с собой планшет, iPad и накачала туда, накачала туда холостяка, которого последнего я так и не посмотрела. И накачала туда первые три серии сериала о карточном доме, который мне рекламировал мой любимый. Так что мне есть чем заняться. Сейчас я включу холостяка, буду есть оливьешку с треской. Да, и скажу вам, что она представляет из себя покажу. Кстати, еду я в гости дни с пустыми руками. Свои Любашки я везу, свои новинки. На сегодняшний день эти новинки ещё даже не выставлены в магазин. Вот эти офигенные помады, я уже протестила некоторые из них. И больше всего мне нравятся вот эти вот... Вы в сторис смогли видеть помаду светлая такая с розовым отливом. Короче, такой набор светлых помад прямо на лето. Они просто охренительные, я их очень люблю. Я буду ещё снимать видео специально, где самые лучшие просто топ продаж. Буду показывать, тестировать на себе. И я буду говорить об этих помадах. Они не просто так продаются у меня в магазине, потому что они охренительные. Я уже много чего и испытала, и да, они лучшие. Ещё я везу ей вот такой вот блеск. Они мне очень понравились эти, не знаю, как там кошечки, мемасики какой-то. Внутри он тоже красненький, и у меня точно такой же есть вот здесь. Надо его найти. А малому я везу, он уже подрос. Везу вот такую вот рисую светом. Я вам её показывала, но когда мы приедем, они будут рисовать, я вам засниму. Прикольная такая штучка, которая рисует светом на планшете. Это и взрослым, и детям очень круто. Вот, надеюсь, они порадуются подарочком моим. Вот, нашла, откопала такую блеск у себя. Они у меня есть разных цветов. Розовый, бледно-розовый, мятный цвет, жёлтый. И все они разного цвета внутри. Все соответствуют аромату, не аромату, короче, цвет обложки соответствует внутреннему цвету. А разные они там, короче, делают разный оттенок и пахнут по-разному. Вот. Я выбрала красный, и он делает красный оттенок. Сейчас у меня губы немножко подкрашены, но вы увидите. То есть, это бальзамчик, но он с оттенка красного. Вот есть розовый, яркий розовый, есть нежный. Ну, короче, мне кажется, это прикольно. То есть, это не как помада, да, что красит красным таким. Нет. Это бальзам с красным оттенок. Я люблю такое. И аромат. Мне, кстати, принесли сок апельсина. Попробуем. А-а-а, вкусно. Мне пришел салатик. Ну, вот это все выглядит, как обычное оливье. Там внутри сухарь. Сухари я уже есть не могу, я себе весь рот уже поранила сухарями своими любимыми. Вот это, наверное, печень. Вот, отдельно она как-то. Попробую. Девочка, я ни разу не пробовала печень трески. Она вкусная. Но она не как классическая печень, которую я там пробовала, чью. Куриную. Она рыбка, нежная, очень вкусная, очень. Будете здесь, обязательно попробуйте. Салатик стоит 480 рублей. Фреш апельсиновый 0,25 стоит 290 рублей. Вот. И я вам скажу, фреш очень вкусный. Салат необычный. Реально там еще нарезано у них, помимо того, что треска, печень лежит сверху, нарезано еще куча морепродуктов разных. Мне там показалось, что я даже, то ли креветка, то ли кусок рака. Ну, не кусок, а кусочки все. И креветки точно были. Ну, как-то вот морское такое оливье. Морское оливье. Морское оливье. И что это еще хотят сказать? А, единственное, что мне не понравилось, это то, что они все полили зеленой штукой какой-то, очень похожей на горчицу. И вот прям я в следующий раз попрошу не поливать этой фигней салат мой. А так все замечательно. Я что-то увидела, необычная девушка смотрела через очки вот на картину. А что там вот с картиной с этой происходит? Нажимаете на кнопочку, а там движение. Движение. Смотрите. Вот такая картина. Здесь у нас идут вот очки. Сейчас я в них гляну и на кнопочку нажму. Ой, господи. Тут еще приступочка есть для деток, наверное. Это деткам интересно. Или надо опору сделать. Мне неудобно. Так, я смотрю. Нажимаю кнопку, чтобы начать программу. Ух тышки. Ух тышки. Блин, интересно, я смогу вам это показать или нет? Смотрите. Смотрите. Оп. Нажмите кнопку. Смотрите. Темка, да? Ну, это, походу, и все. Но оно, наверное, на разных разное показывает. Ну, все. Давайте еще посмотрим вот на этой. Ну-ка, я с вами вместе сразу. Да, вот тут другое же. Темка. Прикольно. В третий надо. А так вот оно все. А так оно, вот оно. Просто нарисовано. Ну-ка. Еще один. Может, оно вам не надо, но вдруг вам интересно. Вот. Это я вам сейчас скажу. Это война 1812 года. В итоге хотела посмотреть холостяка, но ничего не посмотрела. С вами было интереснее поболтать. А то в сторис что-нибудь выложу, то так. Смотрите. И не видно ни одного самолета. Че показываешь? Поле, что ли? Не, просто красиво. Просто это точка отправления. Красиво. Ура, мы вышли из автобуса. Ура, мы вышли из автобуса. Холодно. Мяу. Ну что, привет, Москва. Я тут уже с кофем. И в Яндекс.Такси я вызвала такси. Удивительно, что у меня на самом деле поднялось настроение сейчас. Мне очень плохо. У меня заложило одно ухо. Я сейчас буду маму спрашивать, но я помню, что она больная, поехала, полетела на самолете. И очень долго не могла избавиться от того, что она ни хрена не слышала на оба уха. Я же не долечилась еще. И, короче, что-то мне так плохо эта поездка далась. В плане, что я такая зашла на радость. Я такая вся веселюсь. В инстаграм кидаю сторисы. А выхожу такая вся скрюченная. Как же у меня что-то живот болит. Ухо стреляет до сих пор, хотя вышла уже. И вот, не знаю. Солнышко настроение мне подняло. Хоть и вкусный, хоть и дорогой. Сироп, блин, прикиньте, за 100 рублей хотели мне продать. Я говорю, давайте без сиропа. В итоге корицу бесплатно дали, сахар. Так, меня Любашка моя ждет. Все, сейчас я буду заниматься поиском такси, вызовом такси. Кстати, РУ такси обычно дешевое такси я вызываю. Но оно на 100 рублей дороже, чем Яндекс такси. Яндекс такси обычно сам и радуюсь. И свет красиво падает. Я симпатичная. Как можно ты не радовать меня? Ну вот я села, еду. Солнце светит в глазах. Погода вообще шикарнейшая. Хорошо, что я взяла свой летний костюмчик. И вот с водителем разговариваю по поводу того, что в Астрахани есть, что, икра. Я хочу в Астрахань. Икры черные. Больше же ее нигде не продают. Калмыки и в Астрахань. Вот узнаю, как отличить икру. Вот. Какие на нее цены. И хочу... Может в Астрахань поеду? Я знаю, что меня смотрят в Астрахань. И встречу заодно сделаю. Такие у меня мыслишки. Вы за? А как говорить? Астраханчане? Астраханцы? Астраханцы. Астраханцы. В Инстаграм пишите. Как вы насчет встречи? И вообще много ли вас интересно? Прямо крутой поворот на премьер. Астраханца не следует. Астраханцы. Астраханцы. и хочет гулять, а не вот эти приветы ваши передавать. Мы сейчас с Любашкой вышли, она хочет суши поесть, ведёт меня. Уже всё забыла, как здесь. Тут конкретная стройка, всё никак не прекращается, но к чемпионату обещали сделать. Да, да, да. Мне водитель сказал, говорит, у них две недели, чтобы всё закончить. На улице жара. Любина мама сказала, что я выгляжу как итальянка. Итальянка, что в Италии так ходят. Но Люба говорит, что да, они так ходят. Да, я там часто игрусь. Она знает, как в Италию ходят, поэтому я итальянка. Я убрала очки, хочу себе новые очки, с жёлтой или оранжевой оправой, или какую-нибудь зелёную оправой. Завтра с утра поедем, купим и очки, и платье. Да, посмотрим. Может, ещё по дороге где-то встретим. Я ж такая, люблю в какой-нибудь переход заглянуть. И увидеть там что-нибудь такое за копеечки. Любашка подстриглась, покрасилась. Красотка моя. Приятно, когда напротив тебя красивый человек. Это просто радует глаз. Просто радует глаз. Будьте красивыми. И это скоро. Увидела, кстати, меня загоревшая, говорит, хочу загореть. Хотя она загоревшая. Это я в Дубае обгорела, знаешь, как я три дня не... Ну ты вообще-очень быстро загораешь, а я мучаюсь, поэтому... Ну да, я обгораю, а не загораю. Поэтому надо сходить в солярии. Вот, идём гуляем. Кстати, мне очень нравятся твои очки-версачи. Версачи. Не Версачи, правильно, а Версаси. Ты что, не смотрела этот шоу-гёлс-фильм? Нет, не смотрела. Не смотрела? Нет? Ой, тебе понравятся. Офигенные очки, да, замечательно. Вот прям, девчонки, видно, что они не дешёвые. Как не идут? Оригинал Версаси. Слушай, классно. Классные. Ну я когда их брала, знаешь, первое что, я хоть дешелела деньги, а потом думаю, блин, очки это такая вещь, что её можно долго, если аккуратно носить, и на 10-клескалки. И не терять, да? Да, и не терять, и не терять. И не складывать в пакет, как я, свою коллекцию очков. В пакет вложила и показала. Стой, аккуратно. Так мы одеты. Любашка у меня вообще красотка, она стиля вся. Ну а я вам уже показывала, что я итальянка. Мне понравилось сравнение вам было. Я зато себя чувствую так комфортно, свободно вообще. Чё-то темно тут. Мы зашли в Якиторию. Душная тебе такая? Душная? Раздевайся. Я майку с собой взяла, кстати. Очень всё так аппетитно в Якитории. Мы раньше здесь частенько любили сидеть, ещё выпили. Да. Молочня сразу принесла на нас красочки. Сейчас, короче, ещё что-нибудь выберем. Я, может быть, буду говорить тихо. Хотя, если я оглохла на одном, то я должна говорить громко, да? По идее. Когда человек плохо слышится, он говорит громко. А мне кажется, я наоборот силы. Короче, мы выбираем. Скажи, мама, ну ты чё тут в натуре? Дай зажрать вкусняшку. Такие фотки. А мама фоткает, фоткает, быстро-быстро. Вы не стоп. Кажется, такую красоту, как не заходят. В общем, вот что мы заказали. Нам всё частями приносят, поэтому мы всё, у Любы, что-то в два раза больше как-то. Все такие вкусняши. Чай, кстати, неплохой вкусненький. Короче, буду пробовать сейчас. Прям аж вот эта вот креветка вот огромная. Короче, мы покушали. Покушали ни о чём. Переели. Да, но нам не понравилось. То есть такого удовольствия мы не получили особо. Люка бегает за малымом, всё время убегает куда-то, и она в погонях за ним. Сейчас мы его оставим бабушке и поедем с Любашкой по делам. Делать сколько-какие документы, все дела. Ну, по моим делам. Вот. И, конечно, два часа сна сказываются на мне, я в полудрёме хожу. Короче говоря, я не выдержала и поняла, что всё-таки мне нужно выпить энергетики. Давай, по братишкам, Люба, к нам пошёл. Камперсы купил ребёнку, молодец. Редбульчик. Да, решила выпить. Любашка говорит, что Редбул сам прикольный вкус, но я не помню вообще. Я, по-моему, Адреналин с вами брала, но я не помню, у кого его вкус. Доверилась её вкусу, взяла Редбул. Вот здесь, как бы, знаете, не маленький он даже какой-то, а большой. Да. 355. Короче, выпью и надеюсь, что я проснусь. Мы уже идём по дороге к делам. У нас додел ещё, конечно, два часа, но мы найдём чем-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошего дня вам. С Любочкой все здороваются, соседи. У нас доделся. Это точно. Уже всё. Конечно, каждые выходные мы выходим в очень крутой ресторан. Здесь самые вкусные морепродукты в Москве. Они хозяин из Сербии. Как называется? Батик Петра. Очень крутой ресторан. Круто. Они уже нас знают. Класс. Говорит, называется Соседка. Соседка. Солнце светит прямо в глаз, значит, тот любит вас. Ты чё же снимаешь, что ли? Люк, наверное, думает, вот тура. Мне всё будет красиво стать, такая. Чё-нибудь сказать умная. А она бля-бля-бля-бля-бля. Ну, такая. Короче, я разделась, жара. Я всё ещё пью свой Red Bull. И настроение поднялось у меня по банальным причинам. Не буду говорить, каким, потому что мама сказала, не надо говорить это в видео. Это никому не интересно, почему у тебя поднимается настроение. И куда ты иногда ходишь. Поэтому вы не узнаете, что поднимает мне настроение. И всем людям на свете может подниматься. Я бы всё равно его убрала. Нахер он мне нужен. Всё, в центре зала. Короче, поездочка у нас получилась просто трындец какой-то. Я показала со стороны метро. Так вот всех людей. И один парень, который сидел рядом, нерусский какой-то, просто с ума сошёл. Удалите видео. Не, ну он сначала говорит такой, вот, что ты меня снимаешь, короче, нельзя снимать вот так людей. Удали меня, короче. А я до этого там говорила кое-что. Я говорю, вообще-то я там говорю, и не переживайте, вас видно не будет, я вырежу вас. Я не хочу, чтобы меня видели в метро, тря-ля-ля, короче, все дела. Короче, у нас жёсткий закус получился. Особенно Люба качала там. Он нас начал учить на будущее, то-сё, короче. Уже чуть-чуть не взяли его телефон, чтобы наши мужчины разбирались. Говорят, что не камерфон, женщине, мужику разбираться с женщиной, я говорю. Показываешь себя с нестремной стороны. Метро снимать вообще жесть. Короче, мы ему сказали, что не камерфон с женщинами так разбираться, давай свой номер телефона и будешь разговаривать с нашими мужчинами тогда, если тебе что-то непонятно. Ну, короче, он испугался, походу, да? Ну да, он пытался несколько раз поговорить туда-сюда, удалить это видео. Я говорю, я там вначале говорила, я говорю, я вас вырежу. Что я прям, ну вот. Короче, в итоге я удалила нахер все эти видео. Я говорю, всё, вопрос закрыт, исчерпан, он мне надоело. Честно, вот я бы не удаляла, она не крыть его. Честно. И выложила бы его, блядь, и ещё вот этот хламьон, тебе что-то сделала. Я просто лишний раз, честно говоря, не люблю напрягать своего любимого вот такими мелочами. Потому что я... Я вообще-то не хотела. Потому что я знаю, чем это может закончиться, зачем. Поэтому, всё, я удалила видео, он улыбнулся, и флаг ему в руки. Бля, не включаю камеру, один свет включаю, и всё, как говорится, лицо у меня красное сростаном. И тёмное. В общем, мы приехали в Муму. А, мы все дела сделали с Любашкой. Зашли возле дома в Муму. На самом деле, как вы знаете, на Лесной, на Новослободской я жила долгое время. И Муму здесь так и осталось, и здесь так же вкусно. Я взяла себе салатик со свеколкой. И взяла себе щи белые с фрикадельками. Они такие вкусные. И вот такие пирожочки. Стоит, и качество замечательное. Короче, мы проголодались. Успешные дела все провернули. Провернули, афёры всякие, да? И вот теперь кушаем, потом пойдём домой отдохнём. Потом поедем к друзьям. Ну всё, вот и погуляли мы в Москве. Время не успело пройти. Тут везде стройка, поэтому... Поэтому иду я вдоль дороги с чемоданом, сзади машины. То есть практически по дороге. А Любашка с малым едут... Едут ко мне в гости. Так, пойдём мы туда. Едут ко мне в гости. Будем тусить. Кстати, я прикупила себе зелёненькие очучки. Именно под этот лук, который у меня должен был быть, если будет чуть холоднее. Под зелёную бурку, короче, свою. Ну и сейчас он тоже ничего. Зелёный вообще очень клёво смотрится с красными губами или вот такими яркими, как у меня. Короче, как-то делает образ более ярче. Прикольные очки, кстати. Сейчас мы находимся в одном из моих вообще любимых мест. Здесь такие бизнес-центры на Белорусской. И красивая церковь стоит. Очень красиво. Здесь фото классные получаются. У меня здесь фотосессия есть. Девочка в Москве очень круто фотографирует. Вот. Ну и, короче, много воспоминаний всяких классных. Мы решили поехать на метро. И на аэробусе, на аэроэкспрессе. До авиа, потому что мы уже в пробке 3 часа. или 2 часа пробыли. Меня там чуть не стошнило. Мне было так плохо. И мы вместе с Любой решили, что мы на машине. Ко-моему, аэропорт не поедем. Страшно. И пробки. Вдруг опоздаем. Маркус первый раз сел на метро. Люб, как так получилось, что вы живете в Москве, а он первый раз на метро? А мы не ездим на метро. Ты его лицо видишь? Да, у Маркусито такое лицо. Метро! Денька у меня тоже ездил на метро, но маленький совсем. Сейчас, если он на метро поедет, он тоже будет в шоке. Первый раз пацан в метро заходил. Чисто карасли, а сама это забыла. Сама зала. КОНЕЦ КОНЕЦ СМЕЛЯ Стас КОНЕЦ КОНЕЦ Покажи свою помаду. Пьюха, короче, помада вот отсюда хорошо. Из набора, который будет в магазине скоро. А, наверное, уже есть. Очень красивый такой персиковый цвет. Сына нет, стой на месте. Вот понаблюдайте, короче, за цветом потом. Красиво очень. Нежно. Света, пожалуйста, пожалуйста, встань на место. Я тебя очень понравилась. Слышал? О нарушении закона, правил пользования метро. Мы сели в Аэроэкспресс. Мы близимся к Ростову. Сразу? Зайти. Сразу зайти их, мальчик. Скажет, Силь, что ты везде свои эти зеленые очки тулишь, надоели, да? Ну, что-то в них есть. Я ничего, хотела сказать тебе, что надо. Ну что, вот мы приехали. Еще с аэропорту. Ребашка с Марком пошли в Мумур. Наверх туда. А я решила зайти в Sunny Bayer X-Star. Вот. Короче, захотела посмотреть себе здесь очки. Ну, как бы, у меня есть осознание того, что эти очки такие недорогие, как бы. И я люблю менять очки все время. Но, тем не менее, мне всегда хочется, чтобы у меня были очки. Сейчас у меня есть возможность приобрести, выделить, короче, определенный процент денег на очки и порадовать себя. Если я найду какие-нибудь зеленые или желтые, оранжевые, интересные, короче, очки для себя, то я их обязательно куплю. Пошла выбирать. В общем, мне понравились очочки. Вот эти. Это Furla. Furla. Sale. Обожаю. Sale. 7000. Так, они 13 990. И еще мне понравились вот эти. Это сейчас я буду мерить. Это у нас Валентина. Валентина. Сейчас тоже буду мерить прикольные штуки тут. Сейчас еще посмотрю. Блин, Polaroid тоже, гляньте. 2800 тут всего стоит. Вот еще зеленые тоже стоят. 3000. Вот эти. А, нет, вот эти мне понравились. Зеленые. 3000 тоже. Блин, какой выбор. Ну что, мерю очки. Сейчас свет найду хороший. Что свет меня... Получше, наверное, прямо. Так, это у нас Валентина. Валентина, да. Надо в зеркало глянуть. Короче, понравились мне очки. Естественно, от Givenchy. Вот эта вот штука понравилась. Очень-очень крутые. Но они на распродаже стоят 18000. Пока что у меня жаба душит играть. Офигенные. Так, это что? Я не помню. Вот это не помню. Армани. Очень тоненькие такие, прям невесомые. Вообще классные. Ну, немножко мне надо чувствовать очки. Вторые, ой, третьи. А, McQueen, да. Вот так мы знаем. Но они на меня большеватые, но они тоже очень-очень крутые. И выбор мой остановился на Валентина. Думаю, вам они понравятся. Класс, да? Все, у меня есть Валентина теперь. Заворачивай. Ну, тоже неплохо. Стоили 17000. Сейчас 8500. Эти очки выбрали меня. Информация здесь, гарантия, все у вас. Ага. Ю-ху! Вот эти мои зайчики. Вредничают. Ни капли не жалею. А так очень. Третье, что я взяла в Муму. Вообще я всегда обожрала, обожрала, обожжрала. Обожрала. Обожжала. Морской язык в Муму. И здесь вот картошечка, морской язык. Тартарский язык. Ой, морской. Говяжий язык, да? Короче, язык. Просто язык. Просто язык. Это, как ее называют? Ну, короче, мак. И вот сок, девочки, это все получилось на 1050 рублей. Я охренела. Вообще... Ну, это в аэропорту, а так-то не так дорого. Ну, да. В аэропорту всегда дорого. Аэропорт охренел, скажи, Люк. А? Аэропорт охренел. Аэропорт охренел. Охренелла аэропорт. Охренелла. Вот это та виновница, которая меня смотивировала, нехотя, взять очки. Пить хорошие очки. Да. Сейчас я ей покажу, какие я взяла. Есть еще одни валентины. Ты видела? Нет, не помню. Ой, мне уже чехол нравится. Я не обычные, не стандартные, не классические взяла. Ого. Замерь-ка. Ты же знаешь, мне такие не подходят. Почему? Это вообще классическая форма. Неплохо смотрится. Ну, твои на тебе лучше, конечно, сидят, но эти крутые. Мне очень понравилось. Ты куда-то вернулась от нас? Нет, ну, я смотрю на свет. Какой-то оттенок, да, отдает? Зеленый. Они темно-зеленые. Нет, крутые. Мне надо. Мне очень понравилась вот эта штука. Но они очень крутые. Вот ты это поняла? Ну, блин, качественная, но есть качественная. А посмотри на мне. Да я сама. Ты смотри. Ты смотри, как на мне. Ну, тигрис. Очень крутые. Они тебе нереально. У тебя такие были похожие. Дорчи Габана. Сто процентов, говорю. Я ничего не помню. У тебя были такие, в бардачке лежали. Ну, это теперь мои вторые любимые очки после Кристин кинных полароидов, которые она мне подарила. Да, чехол он понравился. Мне тоже, когда начал заворачиваться. Ой, ты здоров. Он кожаный, что ли? Да. Класс. Вообще, девочки, я заметила, что вот окружение и друзья очень сильно, бывает, влияют на тебя, да? Что вот я помню, что я не запаривалась, ходила с разными шмотками. Как только встретилась с Ленок Хэппи, она очень любит вот прям обращать внимание на вещи, чтобы там был хлопок, чтобы там, ну, вот хорошее качество было. Она на это обращает внимание, она готова платить за это, за качество. И я начала на это обращать внимание тоже. То есть я думала, я раньше не обращала внимания так особо, ну, качество, приятно, неприятно, вот так я помню, да? А потом начала смотреть, вот прям у меня есть привычка после нее теперь, смотреть прям на состав одежды какой-то. И прям, когда прям там сто процентов что-нибудь не то, мне уже не нравится. Там какие-то смеси, я уже на ощупь там все что-то проверяю. Кожа, не кожа, то есть, вот. Ну, Любашка в этом смысле вообще, она у меня, конечно, любит фирмы, что-то такое. И вот тоже, мы, ну, с ней же общаемся, куда она ходит, что покупает. И, соответственно, ну, тоже хочется иногда. Поэтому, надо себя баловать, если есть возможность, конечно же. Вот у меня до этого не было возможности, я бы себе ничего не взяла и не купила. Сейчас просто появилась немного возможности, и я подумала, что надо брать. Браться, что ты говоришь, что я в Фирмаксе, я и в Чиндеме одеваюсь, и в Заре, и на рынке футболки покупаю за 200-200 рублей. Так что... Фу, да ладно, фу. Выдала себе все. Не, ну, у меня вещи хорошие, брендовые, но я не считаю, что там тишманское или что-то. Если хорошая вещь, почему не купить дешевле? За 200 рублей, например, хлопок. Да, это нормально, хлопок. У меня, например, в смешных ценах купила две футболки до 400 рублей. Настоящий хлопок, качество, хорошее, белое, хорошее, обычное футболки. Чего нет? Ну, да. Зачем платить за 2000 или там за полторы, за одну тряпочку? За фирму и то же самое. Ну, то же самое. Ну, я согласна, да. Ну, я тоже, я к этому отношусь очень просто. Вообще, очень просто. Да, я тоже. Я в плане сумок, кроссовок, обуви, там, каких-то спортивных костюмов, там, да, можно купить. Брендовые, реально не пожалеть денег. Оно того стоит, да? А все остальное... И можно, знаете, в дешевом магазине одеться хорошо. Ты вот, например, смотри, когда встречаешь человека какого-то нового, смотришь на то, как он одет, и меняется у тебя от этого впечатление о человеке. Да. Ну, там, например, если он дешево одет, то ты сразу такая... Ну, знаешь, наверное, тут больше, если он дешево одет, и он неопрятный, и не в стиль, да, ты уже относишься как-то не очень. То есть зависит от опрятности человека. А если он человек хороший? Вот честно, я из тех людей даже скрывать не буду, что я встречаю по одежке. Вот как одет человек... Ну, вот у меня вот такое, я даже... Первое впечатление, короче, у тебя его потом сложно исправить, да? Да, то есть если человек неопрятный, любая, и может он хороший, но если, например, особенно девочка... Я очень часто там в Европе там сталкивалась, когда ты едешь в автобусе, в транспорте, девушка одета, обычная, просто, обычная, просто, но от нее так воняет, у нее с ног воняет, она... То есть в Европе есть прикол. Может, она болеет? Нет, есть в Европе прикол носить сандалии с тапочками, ну, сандалии, с тапочками, что я несу? Сандалии и носки, поняла? Прикол. И вот мы ехали на автобусе, нам ехать там 18 часов. Ты что ты думаешь? И эти 18 часов мы сидели, понимаешь, я 4 раза ходила, чтобы все это срыгнуть, понимаешь? Это очень тяжело. А как ты думаешь, что у меня есть стиль вообще в одежде? Вот меня, если бы ты встретила, я не знала. Ну, правда. Не, ну, конечно же, я есть. Не, ну, правда я тебе говорю, ну, Силена, у тебя нету стиля. Блядь, не, если бы. Не, ну, если бы не было бы, я бы, наверное, не общалась. Это первая причина, которая. Это единственная причина, которая со мной общается. Потому что у меня есть стиль, Силена на стиле. Что там кушаешь? У меня простуда вообще нереально. Вот такая. На самом деле ее не видно. Вот если бы ты мне сказала. Вот смотри, вот здесь на камеру сейчас я включила ее. Хотела снять вот так. Вот, смотри. Я думала начать видео и снять, посмотри. Это ты видишь. Знаешь, есть такая вещь, иногда люди не видят то, что мы видим. Иногда? Да, как правило. Ну да, больше части. Я всегда говорю девочке, никогда другим, чужим людям, даже с вами там близким. Ну, если хотите поделиться, уж очень. Не надо вообще никому вокруг говорить о своих недостатках. Возможно, их видите только вы. Да. А если вы говорите о своих недостатках, вы говорите людям, обрати внимание на то, что у меня там кривое, то, или я толстая, или еще что-то, или еще что-то. И человек потом хочет, не хочет, будет на это обращать внимание. А более того, еще начнет и подкалываться. Так, Любашка с малышом уже пошли садиться в самолетик. Вот. Потому что билетов не было, они улетают на полчаса раньше. И будут в аэропорту в Новом, в котором еще ни разу не были, встречать меня, ждать. Вот. А я через полчаса вылетаю. Счастливого пути, мои хорошие. Мягкой посадки и классного, легкого взлета. Ой, солнышко на моих словах появилось. Красота. Только что увидела, что мои новые очки очень клево смотрятся на голове. Потому что как раз этот декор, который мне очень нравится, он так привлекает очень внимание. И он здесь прям, ну, да? Классный. Лучшее. Совершенно не жалею покупочки. Прям, прям радуюсь. Бывало, так чаще что-нибудь покупаешь. И, знаете, жаба так немного поддушивает. Хочется как бы, да. Поддушивает. Но я надеюсь, что скоро настанет такое время в моей жизни, когда я буду покупать, может быть, только такие вещи. Просто потому что есть возможность. Ну все, крошки мои. Ждите меня в Ростове. Так все быстро произошло. Надеюсь, Люба там не потерялась в нашем аэропорту. Я села. Я, кстати, в Дюдюфри еще кое-что купила. Потом покажу вам. Потом покажу. Ну что, я прилетела в Ростов. Встречай. Сейчас буду искать Любашку с малым. Багаж получать не надо. Хорошо. Я не поняла. Мы только что прилетели. Как это только что? Вы задержались, что ли? Да. А я смотрю такая, ищу, снимаю. Думаю, сейчас они меня будут встречать, как всех людей. И нет никого. Представляете, у меня села батарейка. И у Любашки тоже села батарейка в момент, как мы начали вызывать такси. Ну ладно, вызов такси, это не самое страшное. Самое страшное, что все сейчас звонят и переживают. Им нужно срочно отписаться, что я приземлилась. Это мама, любимый. Я в ППХ нашла, короче, где зарядить телефон. Сейчас обзвоню, всех вызову такси и полетим. Ну что, мы прилетели. И вот пока мы едем до малыша моего, Люба уже наслаждается Ростовом. Ну давайте спросим о впечатлении. С Шипкасом мне понравилось. Аэропорт красивый очень. Давай, два фактора, которые тебе понравились уже. Ну блин, воздух очень крутой, это в отличие от Маслова. Но я еще в центре живу. Аэропорт наш понравился. Аэропорт чистенький, аккуратненький. Вообще классный, мне нравится. Уже спрашивают, чем занимается Кристина. С намеком, чтобы я ей звонила и спросила. Но сначала надо забрать малыша, переодеться, прибрать дома, поесть, искупаться. Короче, вот. Потом только сесть спокойно. Еще мне надо сегодня видео для вас монтировать. Короче. Дэн, я тебя потеряла, сын. Что ты тут делаешь? Я его потеряла. Тишина, не могу найти пацана. А он, оказывается, сидит тут на кресле, ест звездочки. Вообще, я бегом за камерой. Что там? Машинок сколько, да. Собирай звездочки, что разбросал. Вот, молодец, складывай. Ну что, доброе утро, кошечки мои. Я на самом деле монтирую видео. Мы уже проснулись в 8 утра. И вчера я не доставала камеру, ничего не делала, потому что мы пришли. И все, с того момента, как мы спустились, у меня... А, ну я вам говорила, да, что у меня батарейка разряжена. Все, я вызвала такси. И все, суматоха, туда-сюда, такси, приехали, накормить, что-то это, легли спать. У меня даже... Я уже готова была монтировать, но сил не было монтировать. У меня простуда вот еще. Ну, хотя ее не так сильно видно. Я утром проснулась, думаю, сейчас посмотрю в зеркало, у меня будет там ду-ду-ду на все лицо. Но на самом деле не так все плохо, да? Я все равно с ним батяшка. Вот, у нас гости. Любочке все нравится вроде. Она в трусах, не буду ее снимать. Я сама тоже в трусах. Мы в трусах тут гоняем. Вот, малых зато вот вам показала. Что-то все хорошо пошло. Я прям думала, что... Думаю, графики, сна, там еще что-то. Ну, все нормально. Ребята гармонируют. Встали практически одновременно. Что-то как-то и не мешают. Все хорошо, замечательно происходит. Дети сами по себе, мы сами по себе. Вот, сейчас я монтирую видео, потому что надо вам его выложить уже сегодня. Так что оно сегодня с задержкой, не 8 утра, а в другой. Короче, быстро монтирую. И мы уже планируем, что там, мне надо в магазин уже, к Кристинке хочу съездить. В магазин надо съездить за продуктами. Короче, кучу-кучу всего. Вот. Но этот влог я, наверное, уже закончу по-быстрому. И уже буду снимать новый влог, как у Любашкина у меня тут в гостях в Ростове. Поэтому я с вами прощаюсь, целую, люблю. Этот влог чисто за поездка в Москву, чтобы не грузить вас 40-минутными влогами. Хотя, говорят, вы любите это. Что? А что это такое? Говорит, сна, Вася. А зачем она мне? Сына! А зачем она мне? Сына, не-не-не, я сейчас вытру. Разлил? Сейчас уберу. Короче, вот так они играют вдвоем. Прикольные ребята. Все, девочки, я вас люблю, целую и возвращаюсь до следующего видео. Муа!